Ребята, всем привет! Сегодня у нас на приеме CITROEN BERLINGO 2009 год данный автомобиль они идут по моему с 4 или с 5 да ну я не сильно специалист по этим елкам поэтому в комментариях кто знает напишите именно вот эта модель двигатель у нас здесь стоит 1.9 атмосферный дизель DW8 как его еще могут называть в общем речь пойдет об установочных метках грм или об их закладных значит как их здесь выставлять единственное отклонение что бывает два типа насосов бошевский плунжерный и вот как у нас здесь стоит типа лукаса да то есть он без сопротивления качения он спокойно вращается то есть и там уже по-своему накачивает создает давление и определенный вплеск значит смотрите прежде меняйте вы допустим ремень грм и 2 ролика один у нас здесь обводной сейчас попытаюсь его показать в общем прячется один обводной ролик и вот сюда не видно с ямы только один натяжной который становится вот видим у нас там отверстие под болт этого ролика вот оно значит обязательное требование берете вы новый ремень берете два новых ролика и не забывайте менять вот этот болт дело в том что ремень с роликами менялся сколько хозяин сказал серега сколько там 5 или 10 тысяч назад ставилось это все новое но болт судя по его состоянию я вижу далеко не новый то есть он не был поменен возможно в комплекте просто не было нового болта ну желательно меняйте они вообще в других производителях с другими ремнями все роликами идут всегда новые болты тем более здесь он восьмерочка вот такой вот слабенький значит обломался болт хорошо оставшуюся часть блока получилось выкрутить на месте не извлекая двигателя а то могут и такие проблемы возникнуть в общем как я вышел из ситуации но этот на всякий случай вдруг кому-то пригодится тоже болт с ролика по моему lanos то есть у него тоже класс прочности 88 как в принципе и на оригинальном болту здесь тоже 88 единственное что у него нет вот этой специальной втулки то есть берем шайбочку пришлось не только раз сегодня дернуть точь-в-точь по длине и по диаметру такую втулочку изготовить и все тем самым мы этот вариант обманули но болт желательно брать специальной системой грм потому как он скажем так несколько качественнее нежели вы там обычные найдете забора скажем так снимите так здесь у нас центруется дело и тик-тик немножко такая система интересная еще одной рукой все диаметра данной шайбы с головой хватает перекрыть то отверстие все главное чтобы втулка у нас не выпирала тем самым прижимом данного болта обеспечивать прижим скажем корпуса натяжителя все устанавливаем и поехали по меткам значит в нашем случае двигатель частично разобран потому как была осуществлена замена прокладки гбц и частичный ремонт самой головки значит у нас нет коллектора тут ну неважно это все кожухи поснимали это вы все понимаете что надо делать значит что нам надо для установки меток грм но для того чтобы ремень поменять нам надо снять кронштейн подушки вот и после его демонтажа либо просто задрать двигатель повыше вы спокойно можете извлечь старый ремень протянуть и соответственно потом завести новый ремень устанавливается либо если есть стрелочки то по направлению движения то есть по часовой стрелке стрелочками либо же надпись чтобы была читаема отсюда от крыла собственно говоря как у нас и стоит значит нам необходимо три важные метки в нашем случае две первое это коленвал он фиксируется второе распредвал он также фиксируется и в случае механического насоса тнбд есть еще фиксатор на самом насосе в нашем же случае где у нас лукас он не фиксируемый здесь смотрю при замене ремешка делали свои метки видим беленьким маркером помечено да видно вот на шкивочки вот тут и вот тут почему не совпадает потому как здесь они видимо не пользовались фиксаторами специальными да я немножко протирал меняли сальник передний коленвала вот они не пользовались фиксаторами и делали свои метки но при установке по фиксирующим планкам у нас не совпадение более чем на пол зуба по коленвалу получилось и соответственно на насосе вот видим на тут же шани фиксировали тут по-любому но как бы попадала значит перед натяжкой ремня сейчас видим он у нас не натянутый распускаем вот эту вот нашу разрезную шестерню для того чтобы она имела немножко ход до сюда потому что если она будет зафиксированном положении фиксатором и зажата мы здесь будем тянуть а она не даст натянуть нам ремешок то есть натягиваем а затем уже поджимаем наши болты так все значит на натяжном ролике у нас квадрат на 9 собственно говоря обладатели таври эссенсов знает вот такой квадратик у них на поддоне на коробке на гбц тоже крышечки там откручивается пробочка оси коромысел вот такой квадратик отлично подходит нам для натяжки единственное что здесь трубки кондиционера то есть с двигателем нам надо поиграться подушку я вот открутил сейчас я его подниму вверх для получения удобного доступа после чего у нас получается такой некий доступ где мы можем осуществлять натяжку осуществляем натяжку зажимаем болт ключом на 13 после зажатия болта точнее после того как добились определенного натяжения зажимаем болт на ролике проверяем ремень у нас не должен быть перетянутой но и излишне не должен быть слабым то есть видим но вот этой длинной ветки вообще по мануалу предписывают есть специальные приборы которые проверяют силу натяжки ремня но в простонародье грубо говоря он должен проворачиваться без особого усилия ну пусть не на 90 градусов но градусов на 60 точно то есть я большого усилия не прилагают все поджимаем три болта на 13 извлекаем наши стопора фиксаторы делаем два оборота по коленвалу во первых у нас ремень станет полностью по своим ручекам и заодно покажу вам какие здесь фиксаторы как они устанавливаются шкив навесного оборудования снимается открутив 4 болтика на 6 берем головку на 22 и за центральный болт шкива проворачиваем делаем два оборота при прокручивании почти подходя к метке условной метки скажем так через два оборота берем специальную такую закладную в моем случае обычная решка диаметром 8 точнее вход где-то на семь с половиной потому как там грязью забивается т.д. и т.п. иногда тяжело поймать поэтому обычную решку некоторые делают т-образную приваривают проволоку почему такой длины она вот так вот выглядит потому как фиксация коленвала у нас производится через маховик и через окошечко которая между стартером и блоком очень неудобно она находится он там его даже сейчас и не видно скажем так в той тени вот сейчас вот смотрите вот я завожу завожу вот вставляю в то окошечко видим да все она у нас уперлась дальше не проходит видим все в упоре тем самым проворачиваем коленвал и второй рукой поддавливаем наше устройство так и только лишь опа все вскочила видим вскочила до упора и коленвал у нас дальше не вращается в упоре переходим наверх так и верху видим у нас на ступицы шкива распредвала есть вот такая вот прорезь то есть она в одном месте в другом месте нет таких в данном случае я взял простой болт на 8 тоже с какого-то ролика джемовский мотор opel ну а в конце оставлю ссылочку кому интересно с размерами делаю закладные специально под этот двигатель именно размеры вам я опишу он сюда вставляется и здесь мы можем наблюдать есть точнее с этого ракурса нам не видно там есть отверстие с резьбой и вот этого дела закручиваем все отлично коленвал у нас зафиксирован вот мы сверху можем наблюдать но отсюда долезть еще сложнее нам будет я специально покрасил желтый цвет наши приспособны немножко эстетичнее было и было виднее их допустим сверху снизу так и если мне память не изменяет на тнвд в районе 12 часов здесь типа такой же ступицы должно быть только диаметр закладной 6 миллиметров размеры данных закладных я вам в следующем ролике которая будет где-то вот здесь наверно я вам выложу посмотрите так но нашем случае метка как у нас на пол зуба не совпадало почти на зуб так она не совпадает потому как ставили люди немножко с закладных все натяжение нормально все отлично ставим кожухи на место и заводим все отлично работает заводится а вот и довольный клиент все тип топ все ставим лайки подписываемся видите видите клиенты шарят на колбасных обрезках так что кому видео понравилось не забываем за лайки всем удачи всем пока